Сергей Михалков. Праздник непослушания. Повесть-сказка. Издательство «Детская литература», 1975 год. Рисунки Огородникова. Детская литература. И вопил не своим голосом. «Хочу еще мороженого!» «Больше не куплю!» – спокойным голосом повторяла его мама, крепко держа малыша за руку. «Больше не куплю!» А малыш продолжал вопить на всю улицу. «Хочу еще! Хочу еще!» Так они дошли до своего дома, поднялись на верхний этаж и вошли в квартиру. Здесь мама провела малыша в маленькую комнату, поставила носом в угол и строго сказала. «Будешь так стоять, пока я тебя не прощу!» «А что мне делать?» – спросил малыш, перестав реветь. «Думать!» «О чем?» «О том, что ты ужасный ребенок!» – ответила мама и вышла из комнаты, заперела дверь на ключ. Ужасный ребенок стал думать. Сначала он подумал о том, что шоколадное мороженое вкуснее фруктового, а потом он подумал и решил, что если сначала съесть фруктовое и сразу заесть его шоколадным, то во рту останется вкус шоколада, а в животе будут две порции мороженого. Собственно говоря, как раз из-за этого между ним и мамой разыгралась на улице такая безобразная сцена. Он понял, что сцена была безобразной, потому что сквозь слезы видел, как оборачивались прохожие, глядели им вслед, качали головой и тоже говорили «Какой ужасный ребенок!» И еще малыш стал думать о том, как плохо быть маленьким, и что надо обязательно постараться как можно скорее вырасти и стать большим, потому что большим все можно, а маленьким ничего нельзя. Но не успел он об этом подумать, как услышал за своей спиной стук в оконное стекло. Мальчик не сразу обернулся. Только когда стук повторился, он осторожно повернул голову. Честно говоря, он подумал, что это постучал клювом знакомый голубь, которого он иногда кормил хлебными крошками. Но каково же было его удивление, когда он увидел за окном не голубя, а настоящего бумажного змея. Тот за что-то зацепился и теперь бился на ветру об оконную раму. Мальчик подошел к окну, распахнул его и помог змею отцепиться. Это был необычайно большой и красивый бумажный змей. Он был собран из прочных деревянных планок и со всех своих четырех боков обтянут плотной пропащенной бумагой. У него были нарисованы круглые синие глаза с коричневыми ресницами, фиолетовый нос и оранжевый рот. Но главным его украшением был длиннющий хвост. — Спасибо тебе, малыш! — неожиданно произнес бумажный змей, почувствовав себя на свободе. — Как тебя зовут? — Меня зовут Ужасный Ребенок. — А ты почему сидишь дома? — Меня наказали. — Что ж ты натворил? — Это долго рассказывать. А наказала меня мама. — Вечная история! — сочувственно произнес бумажный змей. — Я в своей жизни еще не встречал маленьких детей, которых бы кто-нибудь не наказывал. Впрочем, я знаю одно место, где с этим покончено. Я как раз сегодня собрался туда лететь, да случайно зацепился хвостом за эту противную вдосточную трубу. — Возьми меня с собой! — попросил малыш. — Почему бы тебя и не захватить? Вдвоем нам будет, пожалуй, веселей. Цепляйся за мой хвост, держись за него покрепче и постарайся не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Недолго думая, мальчик схватился обеими руками за хвост бумажного змея, оттолкнулся обеими ногами от подоконника и через мгновение уже летел над крышей своего дома, а потом над целым городом и над его окраинами, а потом над полями и над лесами, реками и озерами. И с высоты он смело смотрел вниз на землю, и у него, честное слово, совсем не кружилась голова. Продолжение следует.